Я всех приветствую, Олег Деметров на связи. Я хотел рассказать о Кейси. Клиентка обратилась ко мне, чтобы я помог ей решить проблему. Она на протяжении трех лет не может начать делать докторскую диссертацию, а ей это нужно и не может понять, что такое. Изначально, когда ко мне попадают такие клиенты, я сначала копаю в сторону лени. Смотрю, есть ли там какие-то дискомфортные чувства, когда она приступает или хочет приступить к определенной работе. Но когда мы с ней посмотрели, вот она садится на написание этой своей диссертации, какие она испытывает чувства. Там были дискомфортные чувства, но они были недостаточны для того, чтобы ее остановить. Следующий момент, который я у нее смотрел, это как у нее с энергией. А с энергией у нее все было плохо, потому что она работала доктором в государственной поликлинике. Кто знает, в государственной поликлинике там очень большой поток клиентов, каждые 10-20 минут новый клиент, новый пациент и это задает огромное напряжение. При этом она работала не на одной работе, у нее было три работы. Соответственно, когда она приходит домой, все что она может, это просто лечь на диван и ничего не делать, потому что энергии вообще нет, ее выжили по полной. С одной стороны, это и есть ответ, потому что у нее нет энергии, она не может приступить к своей работе, потому что ее выжили. Но с другой стороны, мне здесь понятно, что она все это затеяла, вот эти три работы и работает в этой поликлинике неспроста. Здесь есть какое-то второе дно. Я начал копать это второе дно. Получилось, что когда я первое, что смотрел, бежит ли она от какой-то боли, то есть зачем она делает это действие, зачем ей три работы, потому что у нее не было проблемы с деньгами, она работает достаточно много и этого хватает для того, чтобы жить как ей хочется. Когда мы начали там копать, то я не увидел там какой-то конкретной боли, то есть первое, что я смотрел, есть ли у нее страх нищеты. Обычно у людей, которые много работают, у них присутствует страх нищеты, они пытаются всяческими способами его избежать и вот работают, не покладая рук, потому что понимают, что если они только остановятся, у них сразу все наступит коллапс и это их мотивирует двигаться вперед. У нее же оказалось все нормально, поэтому я двигался дальше, и мы начали смотреть, как у нее с одиночеством, потому что, возможно, она все эти телодвижения делает лишь потому, чтобы избежать чувства, когда она одна и вокруг, когда у нее люди, она себя чувствует хорошо. Там были какие-то чувства, но этого было недостаточно, то есть я не видел какой-то действительно серьезной проблемы, что бы могло так замотивировать, что она будет работать там, где ей не очень хочется и нравится, как стахановец целыми днями и мы вышли с ней на причину во второй сессии. Оказалось, что когда я начал ее спрашивать, я просмотрел, что у нее с энергией, с ленью и бежит ли она от какой-то боли и потом я начал рассматривать, может быть, она идет к чему-то хорошему, то есть можно бежать от боли, а можно идти к хорошему и приятному. Обычно эта стратегия, она всегда, она обычно себя оправдывает, то есть строить жизнь из позиции сделать себя хорошо, это правильная стратегия, но в ее случае она не совсем оказалась рабочей, потому что она была криво настроена. Оказалось, что самое большое и самое приятное, когда я у меня спросил, вот ты уйдешь с этой работы, с этой поликлиники и устроишься куда-нибудь на высокооплачиваемую частную клинику, что самое большое ты потеряешь. Она говорила разные слова и я услышал, что когда она решает какую-то задачу, которую другие не могут решить, ставит правильный диагноз и она получает положительную обратную связь от своих пациентов, она себя чувствует от этого хорошо. Дальше у нее спросил, как она себя чувствует и вообще хвалит ли она себя. Оказалось, что она себя чувствует плохо, если она себя хвалит, поэтому она себя не хвалит и единственная возможность получить похвалу это только извне. Из этого вкладывалась следующая ситуация. Ей нужна была внешняя поддержка, но при этом себе она внешнюю поддержку не давала. Она себя никогда не хвалила, потому что когда она начинала себя хвалить, она чувствовала себя дискомфортно, потому что считала, что это неадекватно. Изначально я ей сразу объяснил, что хвалить себя и давать себе положительную обратную связь это правильно, ценно, это очень важно, потому что окружающие люди тебя не знают. Если к тебе заходит пациент и дает тебе положительную обратную связь, а видел тебя пациент в клинике там 10 минут, то скорее всего эта положительная обратная связь она будет неадекватна, потому что он тебя знает всего 10 минут, но ты сама с собой в десятки лет и ты себя знаешь намного лучше. Поэтому твоя обратная связь себе положительная похвала она более адекватна, чем внешняя похвала и ее следует в себе оккультировать и себе давать. Это то, что должна знать клиентка на сознательном уровне. И соответственно дальше мы исправляем бессознательную реакцию, то есть автоматику. Когда она себя хвалит, возникает дискомфорт. Когда мы это убираем, получается больше ей не нужна внешняя подпитка и она может уже выстраивать свою жизнь как ей нравится. Как так получилось, что похвала в итоге привела к тому, что она не может защитить, доделать свою диссертацию. Фьема складывалась следующая. Она себя не хвалит и она выбирает такую работу, где бы ее много хвалили. Много, часто, постоянно, каждый день. Единственное место, где это действительно возможно сделать, это какой-то большой приток клиентов всяких разных бесплатных или каких-то полубесплатных процедур, где она выступает вроде как вот дает от себя что-то вот как бесплатно. Это поликлиника, куда люди приходят, где государство за людей платит деньги и все люди понимают, что вот доктор, который их принимает, он получает мало и все несут шоколадочки, все говорят спасибо, что качественно обслужили. Это, разумеется, вот в этой всей процедуре, это как бы каждый заключает между собой такой договор. Я прихожу в поликлинику и я даю положительную обратную связь с тем, кто там работает, хотя бы как-то их поддержать. Потому что все понимают, что там работа очень сложная. С другой стороны, если она уходит из этой поликлиники и устраивается в частную компанию, то клиенты, которые туда приходят, они платят деньги, они уже не обязаны говорить какие-то положительную обратную связь, комплименты или еще что-то. Они уже заплатили деньги, они за свои деньги хотят получить нужное качество и сервис. Это само собой разумеется. И она понимая, что если она уходит с поликлиники и идет в частный сектор, где она будет зарабатывать намного больше адекватные деньги, она прекратит этот поток похвалы, который сейчас идет, а это для нее очень важно. Соответственно, она находила для себя различные оправдания, что там мне неинтересно, там будет все одинаково, я не смогу расти, а здесь постоянно что-то новое, разные клиенты, там неадекватные, адекватные, которые хвалят, которые ругают, все это очень динамично. И это была обратная рационализация. Соответственно, если это не исправить, то получается, как эффект, она очень много работает, получает какую-то маленькую долю мизерную похвалы, энергии у нее нет, она не может двигаться в профессиональном плане, соответственно, ни о каком профессиональном росте здесь речи и быть не может, ну и соответственно, с чем она ко мне пришла, то что не может закрыть вот свою эту диссертацию. Что делать обычным людям, когда вот возникает такая штука? Если вы видите, что какое-то направление вы не можете пробить достаточно продолжительный период времени, посмотрите, нет ли здесь автоматики. Автоматика может быть, либо вы бежите от чего-то плохого, от боли, либо вы идете к чему-то хорошему. Здесь может быть тоже автоматика, которая просто закрывает вам некоторые области и вы на другое просто не смотрите. Естественно, вы в себе всегда объясните, что вы правы, что вы молодец, что вы действуете самым эффективным способом. Здесь вам нужно либо привлекать специалиста, который посмотрит на всю эту ситуацию со стороны, либо самостоятельно все это проанализировать. Если там есть какая-то автоматика, соответственно, ее убирать. Это все, что я хотел на сегодня рассказать. С вами был Олег Димитров. Берегите себя. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok